Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, военно-исторический музей Истринского района. В фондах музея находятся и уникальные трофейные экспонаты, военная техника, личные вещи, найденные на местах боев, от немецких танков до компаса и ложки. В музее функционирует библиотека. История. 30 ноября 1941 года на 42-м километре Волоколамского шоссе держала оборону 78-я стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова. Немецкие войска наносили в этом районе удар силами 10-й танковой и моторизованной дивизии СС Досраех, 252-й и 87-й пехотных дивизий вдоль Волоколамского шоссе. В ожесточенных боях советские войска удержали этот рубеж, а позднее в декабре перешли в наступление. За отвагу в боях, стойкости мужества 78-й стрелковой дивизии, экспозиция музея посвящена 16-й армии под командованием Крокосовского. В музее экспонируются документы и материалы по боевой истории Истринского района и страны в период Великой Отечественной войны. Музей расположен на 41-м километре Волоколамского шоссе в полосе обороны под Москвой. В комплекс музея входят две выставочных площадки под открытым небом, танковая площадка техника времен ВОВ и военно-мемориальное кладбище с могилой дважды Героя Советского Союза, Белобородова. На территории музея также располагается мемориальный комплекс воинам-сибирякам. На памятных плитах мемориала увековечена память двух армий, 26 дивизий, 6 стрелковых бригад, а также высечен поименный список 19 воинов-сибиряков, удостоенных звания Героев Советского Союза в ходе битвы под Москвой. На танковой площадке представлен Тигр, он был подбит под Ленинградом, затем перевезен в Подмосковье и на долгое время брошен. Кроме него можно увидеть советский Т-34, Т-26, полевую пушку, два редких американских танка, зенитные орудия и самоходки. Ленино-Снегиревский военно-исторический музей является одним из лучших музеев подобного рода не только в Подмосковье, но и в России. Подробный рассказ о битве за Москву и сражениях на одном из главных направлений весьма интересен, особенно подрастающему поколению. Танковая коллекция музея также является уникальной и иногда его называют танковым музеем. Отметим, что в отличие от академического собрания музея в Кубинке, в Снегирях все экспонаты можно потрогать руками, чем и пользуются молодые посетители, покоряя высоты танковых башен. Субтитры создал Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok